Да, ребята, это Ленинградка. И да, действительно, сейчас 3 часа ночи. И такое здесь происходит каждую ночь. Почему? Да все очень просто. Туннель на Ленинградке закрывает каждую ночь на реконструкцию. И поэтому получается, что 5 полос движения сужается в одну. Мы сейчас идем по Ленинградке в сторону центра. Пойдем посмотрим, что они там пили. Эту страну никогда не победить. Потому что вместо того, чтобы сделать это на лестнице, чувак это делает по-настоящему. В ковше. А вот каждую ночь тут какие-то работы происходят, да? Там огромное количество водителей негодует просто. Я понимаю вас, понимаю. Много работы, да? Да. Давно в пробке стоите? Полчаса. Не злит ситуация на Ленинградке? Раздражает. Не иначе, как идиотизм. Доброй ночи. Вам кофей нечего. Идиотизм просто. Потому что я здесь часто езжу, но такого как сегодня. Вот час вот с того моста. Час уже. Час и две минуты. Просто. Все, нервов уже не хватает. Нервов не хватает. И главной информации никакой нет. Неужели нельзя? Да, вот где-нибудь там поставить на въезде в Москву щит, что перекрыто будет. Мы объедем в конце концов. Ну я смотрю, у тебя по ночам не спится, да? Ну не спится, конечно. Вот скажи, мы вот стоим... Это кошмар. Это 40 минут или сколько, или больше. Мы поздравляем тебя. Через 100 метров ты будешь на финишнике. Все, наконец-то. Ну это просто словами не передать. Ощущения как? Ощущения, ну что творят, непонятно. Рабочие стараются сделать для нас эстакаду. А мы это не ценим. Кто-то мучается, кто-то тусуется, кто-то опаздывает. Кто-то просто слушает музыку, кто-то смотрит кино. Но все эти люди в одной пробке. И непонятно, когда эта пробка закончится. Самое максимальное количество времени, это полтора часа, человек простоял в этой пробке. И она здесь в три часа ночи. Как есть. Стойте, 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 стойте. Стой, стой, стой. Мы находимся на Ленинградском шоссе. Здесь вылетел люк. Все, бросай, бросай. Есть. Ленинградский проспект, дом 106. Здесь открылся люк, мы его вернули назад. Но суть по звуку, он сейчас опять откроется. Здравствуйте. Советуйте, что нам можно сделать. Вот этот люк, Москва 24, Федеральный канал. Еще вопрос есть? У нас теперь вопрос. Вот этот люк только что был открыт, только что чуть не разбилось, 3-4 машины. Мы его сейчас захлопнули. Но мы не понимаем, по какой причине он открылся. Кому нам следует сейчас обратиться, чтобы приехали и посмотрели. Потому что если на такой скорости врезаться вот в этот люк, то будет катастрофа, люди погибнут. Что нам сделать? Посоветуй, что ли. Я думаю, в ГАИ. В ГАИ позвонить местные? Через 02? 02. Спасибо.